Привет, YouTube! И сегодня мне хочется вам показать одну достаточно интересную, а может даже полезную вещь. Это как поменять экран загрузки у Android смартфона. К сожалению, многих сразу скажу, что для этого нужны root-права. И не важно, делать это через какое-то специальное приложение или же то, что я вам покажу. Хотя, по сути, приложение будет делать то же самое. И если у вас нет root-прав на вашем устройстве, то идем на 4 PDA и ищем способы, как их получить. В общем, я чисто случайно нарыл огромное количество красивых анимаций на загрузку смартфона. И с учетом того, что они ставятся очень просто, думаю, многим из вас это понравится. Поехали! Сразу скажу, что в этом видео покажу вам boot-анимации, которые мне понравились. И именно моя подборка будет на Яндекс.Диске и ссылочка будет в описании. Скачивайте и ставьте. Также оставлю ссылочку на коллекции boot-анимации на 4 PDA. Их там просто огромнейшее количество, сотни под разные разрешения экрана. Также можно делать заявку на создание boot-анимации или просто на изменение разрешения. Поэтому прежде чем писать комментарий, где бы это все найти и скачать, посмотрите в описании под роликом. Также стоит подметить несколько нюансов. Первое. Boot-анимацию нужно ставить именно под ваше разрешение устройства. Иначе ее будет сильно кривить, искажать, да и вообще это будет выглядеть ужасно. Также не стоит переоценивать мощности своего устройства, если у вас какой-нибудь бюджетник. Потому что некоторые анимации весят очень много и действительно сложные. И при загрузке вам может просто не хватать мощности устройства. И это превратится в влагающее ужасное слайд-шоу. И вместо красоты вы получите ужас какой-то вообще. В любом случае при подмене анимации к загрузке вы никак не можете навредить ни прошивке, ни телефону. Поэтому просто подменяйте, пробуйте разные анимации. И что вам понравится, что будет у вас адекватно работать, то и оставляйте. Нам понадобится какой-нибудь файловый менеджер, который сможет вковыряться в ваших системных файлах при помощи root-прав. В моем случае это Solid Explorer. Вы можете использовать все, что угодно. Итак, заходим. Скидываем куда-нибудь анимацию, которая вам понравилась. То есть это не важно. У меня здесь есть и просто в памяти устройство, и папочка со всеми анимациями. Я же хочу на данный момент установить прикольную анимацию с пальцами. Копируем ее. Далее идем по такому пути. В корневую папку в системных файлах находим System. Далее мы находим папочку Media. И сюда скидываем эту самую анимацию. У вас здесь может не быть анимации от вашей прошивки. То есть просто пусто, как и в моем случае. Поэтому просто ее сюда закидывайте без подмены. Если же у вас там будет какая-то анимация, то просто ее заменяем. И разрешаем замену. Ну и в принципе все. Мы поменяли анимацию устройства. Можно перезагружаться и смотреть, как оно выглядит на деле. Также, если этот способ вам не помог, из-за каких-либо особенностей вашей прошивки, есть еще один вариант пути, где хранятся бут-анимации. Заходим в папочку Data. Дальше находим папочку Local. Где она у нас здесь? Вот она. И кидаем сюда. Точно так же, как вы видите, у меня здесь пусто. У вас может быть там какая-нибудь анимация. Ее заменяем. Устанавливаем свою. И на этом все. Ну а сейчас вы увидите подборку анимаций, которые понравились лично мне. Также хочу сказать, что эти анимации можно создавать самостоятельно. Делать их из чего угодно. Но об этом, наверное, мы поговорим с вами чуть позже в отдельном ролике. Поехали! Делать их из чего угодно. Делать их из чего угодно. Делать их из чего угодно. Ну а на этом на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать интересные ролики. Ставьте лайки, если вы не бот. Помните традиции канала, да? Также вступайте в паблик ВКонтакте, где буду постить всякие интересности, свои мысли и всякие новости, которые действительно нельзя пропускать. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok